В Макеевке также пока нет ни калифорнийского, ни даже обычного гриппа в городе, наблюдается естественный для этого времени рост заболевших ОРЗ. Об этом заявляет главный санитарный врач города Татьяна Парпора. Заболевших гриппом нет, это острые респираторные заболевания, госпитализированных тоже нет. Но ситуацию мы оцениваем как угрозу распространения эпидемии, с учетом ситуации в целом по Украине, во-первых, а во-вторых, с учетом механизма распространения инфекции. То есть это грипп, это воздушно-капельная инфекция, миграция населения высокая, поэтому рост заболеваемости может начаться в любое время. Дабы не быть застегнутыми врасплох, макеевский городской голова созвал чрезвычайную противоэпидемическую комиссию. Все службы города, включая МЧС, главврачи больниц, представители аптек, милицию, коммунальщиков, райадминистрации, решали, как предупредить распространение эпидемии гриппа. По словам мэра Макеевки, реагировать на сложившуюся ситуацию нужно уже сегодня. Пока опасная инфекция не дошла до нашего региона. Никто сегодня не имеет абсолютно никаких гарантий по нашему региону, но тем не менее мы сегодня должны принять решения, которые бы способствовали, даже если что и будет, мы были готовы, начали готовиться уже сегодня, а не тогда, когда что-то произойдет. Введение карантина в западных областях Украины и быстрое распространение инфекции вызвало ажиотаж среди населения. Люди стали массово скупать все противовирусные препараты. Как отмечают представители аптек, за несколько дней макеевчане расхватали двухнедельный запас медикаментов. В педницу был продан минимальный двух-трехнедельный запас. На оптовых, грубо говоря, складах больших, областных, откуда мы получаем медикаменты. Запасов таких противовирусных, таких как масок, их уже нет. Вчера занимались приобретением, обзвонили всех оптовые базы, ни у кого нет, даже Киев. Представители один пятьдесят тысяч очень брать, а не может их выхватить. Городской голова призвал руководителей сети аптек не наживаться на сложившейся ситуации. Если фармацевты будут поднимать цены на самые необходимые медикаменты, их будут штрафовать. Чтобы не получилось так, что вот эта страшная ситуация дала толчок росту цен на медикаменты и так называемая, как в те времена, торговля из-под полы. Вот это я бы попросил Александр Анатольевич, но тем не менее, я никого ни в чем не обвиняю, но для этого есть службы и все должно быть подконтрольно. По решению комиссии, теперь поликлиники и больницы будут работать в выходные дни. В городе запрещено проведение любых массовых мероприятий. Все работники торговли, медики и аптекари в обязательном порядке должны быть в масках. Кроме этого, на дополнительные каникулы отправляют школьников и студентов вузов. Наталья Некрасова, Роман Фролов, Панорама.